Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже четверг, 25 января 2024 года. Новости хотите послушать? Пожалуйста, послушайте. А новости будут вот какие. Потом узнаете, почему я улыбаюсь. Так вот, друзья. Друзья попали под поезд. Не друзья попали под поезд. Но они все-таки попали под поезд. Члены совета пассажиру «Вилтсенс» ушли в отставку. Начинаем разборку. Как сообщал ББЛБ, министр сообщений Каспарс Бришкинс решил найти виновных в неприятностях с новыми электропоездами, которые почти ежедневно выходят из строя. Вам это знакомо? Надеюсь, знакомо. Нам это знакомо. Ну, что выходит из строя. Далековато кружку доставить. Извините, друзья. Из-за чего приходится отменять рейсы? Люди опаздывают на работу и учебу. Сегодня вечером министр обратил свой гнев. На совет предприятия пассажиру «Вилтсенс» заявил, что совет придется менять. Спустя полтора часа после этого заявления все три члена совета решили сами уйти в отставку, не дожидаясь своего снятия. Можно я точечку поставлю? Я сегодня Наталье, вот только недавно отнес на работу, Наталье заявил вот это вот. Но это было уже вчера, друзья. Это вчера, конечно, было. Я читаю сегодня. Ну, ничего страшного. Я сейчас объясняю вам. Это вчера произошло. Ну, тут типа началось. Типа у них там бась-бась не срослось. Наташа говорит, Сережа, и ты этому веришь? Я говорю, Наташа, ну как мне поверить? Ну, хотя, конечно же, да они пойдут на повышение все. Но это понятно. Ну, это... Ладно, друзья. Давайте сейчас послушайте, еще интереснее будет. Ой, не переключайтесь. Не исключено, что следующими под удар попадут и члены, попадут и члены правления этого же предприятия. Ведь они непосредственно и отвечают за работу предприятия. Будут найдены и ответственны в самом министерстве. Нет. Разумеется, не сам министр, а чиновник. Ну, имеется в виду, что про министерство. Ну, поняли, друзья, да? В совет пассажиру Вилсенс входит Сандес Штейнс, Инта Лиепа и Имман Паэглитис. Штейнс занимает пост председателя совета с 30 декабря аж с 2016 года. Тогда же в должности была утверждена Лиепа, а Паэглитис начал работать в совете 25 апреля прошлого года. По словам Штейнса, ответственность за кризис, вызванный новыми электропоездами, выходит за пределы полномочий совета пассажиру Вилсенс. ПВ. В следующий раз будем называть ПВ. В заявлении об отставке совета Штейнс указывает на то, что на протяжении длительного времени без внимания оставалась железнодорожная инфраструктура, электросети, рельсовые пути и перроны, не приспособленные для использования новых электропоездов, а также отмечает недействующую систему оповещения пассажиров на станциях и перронах. Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены 26 дефектов уровня А. Это самая наивысшая категория. А. А сколько не выявлено? А сколько еще? Друзья, это нам только оглашают, знаете, чтобы народ вообще шибко не расстраивался, категории А уровня, из-за которых дальнейшая эксплуатация поездов недопустима, недоступна. Однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сифертифицирующий орган, подчеркивает Штейнс. Общая стоимость новых поездов составляет 257 миллионов 889 тысяч евро. Друзья, я уже этому не верю. Мне кажется, уже больше. Я даже больше, чем уверен. Ну, нам вот эту вот цифру, она будет манипулировать долго и упорно. Это так же самое со всем остальным. Ну, как их проверишь? Ладно, друзья, давайте, давайте следующую. Я решил вот эти две новости объединить вместе. Да, но это же... Как уже у людей вот это все достало, вот это до того, все надоело. Вот это вот... Бум такой! Ой, новые электрички, новые электрички! Они мурыжили нас уже, уже который год там мурыжат с новыми электричками. Будем летать на... Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, ладно, слушайте, друзья. Да, все уже наслышали. Но за границей, возможно, еще не слышали. Латвийцы вам неподопытные кролики! Это знаете, кто заявляет? Повторю даже. Латвийцы... Латвийцы вам неподопытные кролики! Это силене требует ответа за бедлам с новыми поездами. Я повторяю, решил объединить эти две новости. Что же думает премьер-министр? А премьер-министр Эвика Силеня ожидает от министра сообщения Каспара, Бришкинца, оценки ответственности и четкого решения по вопросу задержек пассажирских поездов. Это, друзья, я все-таки и повторюсь, решил еще... Ну как еще, друзья? Ну уже они все ломаются еще больше и больше. Сколько можно терпеть народу? А? Четвертый десяток лет уже терпит. И вы терпите все. Сколько можно? А это уже издевательство. Люди опаздывают. Опаздывают. Вот это вы знаете, опоздать на работу. Это что это значит? И не на пять минут опоздать. Даже не на десять, даже не на час. Задержки посреди где-нибудь леса. Остановился? Это хорошо, если в середине пути. И хорошо еще, если рядом дорога, где можно на автобусе добраться. А если нет? Значит, на сколько? На целый день опоздал человек. Извините. Ну я стараюсь себя сдерживать, друзья. Тут столько можно было на эмоциях преподнести. Вот это вот, как она правильно назвала, бедла. А где ж ты была раньше? Где ж ты, подруга? Дней наших суровых. Ну она не голубка дрякла, она молодая. Она молодая деваха. Трое детей. Да. На вопрос, должен ли Бришкин взять на себя ответственность в затянувшейся ситуации. Начинается. Силе не ответило агентству, ли это лишь то, она ответила, что обсуждала вопрос с министром. Вот она обсуждала вопрос с министром. Теперь министерству сообщения поручено провести полномасштабную оценку, в том числе вопрос об ответственности. Совершенно недопустимо, чтобы жители Латвии в качестве, кавычка, конечно, подопытных кроликов, стояли на морозе в неведении, придет ли поезд или нет, признала Силеня. Ну вот с ней, конечно, здесь полностью согласен, друзья. Полностью. Это что это за такое? Пишите комментарии, друзья, кто попадал в такие ситуации. А я больше, чем уверен, таких уже тысячи. Тысячи людей. Непосредственно с нашего города. Откуда я сейчас вещаю вам, Елговы, Елгавы. Так у нас, ну как минимум, половина населения в Риге работает, как, ну, работоспособного. Если не больше, друзья, больше, больше. Все едут только целым потоком туда. Сколько вон этих, возле дорожного вокзала, этих велосипедов. Велосипедов привязанных стоят. Ну, хорошо, да, оборудование такое оборудовано у нас для велосипедов стояночка. Много там. Наверное, больше сотен там, больше сотни велосипедов можно поставить. В разных там. Ну, вы понимаете, о чем речь идет, друзья. А сколько стоит сейчас у нас автомобилей? Ну, они надеются. Я же вам говорил, что дешевле пока в данное время, дай бог, может быть, продержится это долго, что на электричке, даже на дизельном поезде, вот, Ритовский, Леповский, дешевле добраться до Риги, чем на автомобиле своем. Почему? А потому что у нас золотая солярочка и золотой бензин. Уже газ даже, уже к платиновому уже подходят оценки. Раньше какой был, он вообще копейки стоил. Газ. Ну, я имею в виду бензин-газ. У кого? Автомобили. Друзья, стоянка вот эта, вы знаете, напротив земглас весельба центра, железнодорожной поликлиники бывшей, там, там в Задах. Ну, где якобы начинали строить рынок новый, теперь там уже не рынок строят. Пишите комментарии. Что теперь сейчас там будет? Чудо-юдо-рыбакит или что там будет? Какой-то магазин опять, да? Там же собирались автовокзал туда перенести. Центральный рынок. Это все по теме, друзья. Но слушайте дальше, что? Это же все про сообщения. Как добираться людям? Придет поезд или нет? Про подопытных кроликов она заявила. Это призналась или нет? Министерство сообщения должно провести полномасштабную оценку ситуации. как была проведена закупка. Вот, начинается. Начинается. А потому что народ, народ, молодцы. Просто молодцы. Я вот от имени нашего канала, я от самого себя просто я ну уже начинаю даже, как говорится, как проще объяснить, я восторгаюсь вами. Вы молодцы. Потому что уже все. Люди поняли. что если мы будем молчать, ничего происходить не будет. Но тут уже все пределы, уже все рамки вседозволенного вот этого безобразия, уже все планки превышены. Уже некуда уже. Но это издевательство над народом. Так слушайте дальше, друзья. Я говорю, да, не надо молчать, друзья. Во всей станции, вам надо жалобы и так далее. Вот эти вот, чтобы их не просто засудить, а чтобы, да, возвращали деньги и убытки, понесенные тем, что вы опоздали на работу. Ну, вы сами понимаете, какие последствия, если вы опоздали на работу. Какая причина? Хорошо один раз опоздать, но максимум два. Но не на постоянной же основе опаздывать. это что это за такое? У людей нет машины. И нет денег заправиться. Вот к чему я начал говорить про остановки? Наташа как-то в этой железнодорожной поликлинике, бывшей железнодорожной земгалас веселый басцентерс, вот это коротко вам скажу. А оттуда видно полное, прям битком, битком забито. А раньше было кое-где одна, две, три, пять машин, десять. Все забито битком. Все битком. Ну, я повторяю, дешевле доехать на электричке в два, в три раза. Ну, смотря, кто где работает, конечно же, да, ну, как минимум полтора раза, друзья. Ну, или доехать до Риги и обратно до работы за двадцатку или за восемь евро туда обратно. Есть разница? Так, в среднем говорят, туда и обратно. Ой, восемь евро это на двоих. Не-не-не-не-не-не. Ну, вот делите. Ну, или за четыре евро туда и обратно с копейками. А? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там в пять раз, друзья, даже в четыре пускай. Ну, смотря, какая у кого машина. А у всех стараются. Джипы, минивены. А, не дай бог кушать-то хотят движки, конечно же, друзья, естественно. А про электро мне даже не заикайтесь. Даже не надо про электроавтомобили говорить. Не-не-не-не-не. Даже не заикайтесь. Так вот, слушайте дальше, друзья. Да, для подписавшихся. Я так веду новости. Я тут же комментирую. Если короткая новость, если нет смысла комментировать, я не комментирую. Я просто вот излагаю то, что всю суть быстренько, раз и все. Ну, что там комментировать? Ну, это как же не прокомментировать? Это ж так наболевшие. Это уже, это сколько ж мы уже... Это в прошлом году началось. Уже в не прошлом году началось. Обещали, когда нам открыть, на новых электричках будем ездить уже. Ой, короли. Ой, как сели жопой и поехали. Ой, да что вы, все там есть, и туалет, и все. Не спорю, есть туалет. Ну, я извиняюсь. Давайте дальше продолжим. Министерство сообщения должно провести полномасштабную оценку ситуации. как была проведена закупка. Это силене сейчас докапывается. Каким образом тестировались поезда и как ситуация решалась, когда возникла проблема. В оценке очень важен и вопрос об ответственности, подчеркнула премьер-министр. При этом, по ее мнению, необходимы срочные решения, срочные подчеркиваю решения, чтобы обеспечить пассажирам альтернативы, если поезда опять не работают. Они не работают. Они не работают. Если изначально ответственные учреждения и капитальные общества были не готовы к такой ситуации, то теперь у у них уже нет оправданий, считает министр. Полностью согласен. У них нет больше оправданий. Она заявила, что правительство готово принять участие в решении вопроса, если есть такая необходимость. Как сообщалось, да и уже давным-давно надо было этим заниматься. Что вы тянули? На что вы надеялись? Они сейчас будут мямлить, что с этих сторон мямлят, мямлят, мямлят. А ничего во. Кто там? 80% как минимум. Вон оттуда. Вон оттуда. Я бы всех разогнал. Оставил несколько человек более-менее смышленных, которые более-менее в чем-то хоть соображают. Да. и все. И набирать только тех, которые были святыми. Да, даже, может быть, они будут рангом пониже, даже, может быть, какими-то были бригадирами, но они же понимают. Понимают хоть что-то. Опыт есть. А кто теперь там управляет? Это так же само, как Министерство обороны. Кого? Кто? Кого ставят? Это я пример привожу, друзья. Пример привожу. А они его не в зуб ногой, как мне писали в комментариях. Сергей, так в других же странах тоже министром обороны там же женщины. Что они делают? Что у них? Что толку, что у них министр обороны? Они только там числятся. Числятся. Потому что все равно никто ни к чему не подготовлен. Им насрать на все. Понимаете? Вот они числятся и все. Вот у них числится армия, есть армия. А что толку? Это, друзья, все звенья одной цепи. Вот коснись что чего, и опять же никто ни к чему не будет готов. абсолютно. Все разбегутся как крысы. Бог знает куда. Не дай бог, я говорю, друзья. Не дай бог. Вот так же и у нас. Они приходят туда. Да, я на эмоциях небольших. Это так. Я могу и пошутить. Могу резко пошутить прямо сейчас сразу. Но тут не до шуток уже. Что толку они туда понаприходили? Министерство сообщений. Чем они занимаются? пришел журналист разбираться. Не буду говорить сейчас пока какой. Что ему отвечают? Бог знает что. Какую-то несуразицу. И он разочаровался. Потом я вам как-нибудь назову. Со временем. Никуда мы не собираемся уходить. Но правда. Я говорил. После Нового года будет ой-ой-ой что друзья. Но это же опять на вашу на нашу шею. Это все вот это вот их не безалаберства и тупоры вот ну нету у них нету у них компетентен. Никто некомпетентен. Вообще некомпетентный. Вообще. Может быть там несколько человек из ста даже из тысячи. Возможно ли. А другие видя вот это которые соображают это все с опытом они говорят да мы не пойдем туда. Зачем? Там же у них вась вась круть вверх. делают показуху якобы они там у них борьба идет всеми между собой а они между собой что? Делается то что? Да 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 это звенья одной цепи друзья. Вот почему у нас такой бардак за дешевкой погнались ага ну да конечно привычка хапать где-то что-то вы поняли ответственность за регулярные опоздания новых электропоездов должно нести в основном предприятие пассажиру Вилсенс ПВ а не министр сообщения Каспар Сбришкин заявили опрошенные агентством лета представители правящей коалиции а почему это он не должен нести никакой ответственности интересно это же его команда как понять как сообщалось проблема железнодорожного сообщения наблюдается в Латвии уже несколько недель в начале они затрагивали отдельные направления но последние дни усугубились они на всех направлениях везде кругом все все поезда уже проблемные все новые подчеркиваю новые новые а министр сообщения Каспар Бришкин что он не виноват а кто виноват ну кто народ она она тоже тут знаете как это и нашим и вашим ну кто же это говорит сейчас конечно и векасилине сейчас вот это всем что я вам излагаю отвечая на вопрос должны ли регулярные задержки пассажирских поездов стать поводом для оценки соответствия министра занимаемой должности председатель фракции нового единства Эдман Юревец сказал что министр активно участвует в решении проблем и регулярно разъясняет ситуацию поэтому он не видит причин оценивать соответствие Бришкин занимаемой должности друзья я не могу уже они же там рука руку греет они же там вась вась круть верть ну как они могут друг дружку там оттуда смещать как там же вы что это ж золотое дно это ж золотая жила ничего не делом они получают баснословные барыши да баснословные баснословные да ой друзья пишите комментарии что вы думаете про этот вот бардак это бедлам это назвала же ее косилини ну я ее здесь точно поддержу бедлам с новыми поездами ну где ж ты где ж ты милочка была да раньше а а кто а а случайно не ответить ли тебе эвика сильная ты же премьер-министр ну один на повышение пошел да сейчас министром иностранных дел понаделал понатворил делов ну а эти то начинают еще хлеще ну ладно там черти что было ну а сейчас что сейчас непонятно что непонятно а это это друзья я все закончил новость я свое личное мнение говорю здесь они сейчас все взаимосвязаны помните я вам говорил они нам лапшу навешают навешают что они там уй друг против друга а как только заканчивается вот это вот выступление ну на показуху на всеуслышание они между собой круть верть вась вась поехали на шашлычки на пикнички и смеются над нами ой эти да куда они друзья друзья я люблю конечно пошутить но это очень серьезная проблема влипли мы влипли уже влипшие правильно сказать уже четвертый десяток лет и народом подчеркиваю народом латвийским народом пользуются вот такие вот вот такие которые приходят к власти по головам они сначала натрепят очень много народу по ушам пройдутся обещают всего а потом они во первых никакой компетентности у них нет ни в чем они не разбираются ну можно сказать почти ни в чем вообще а сейчас начинают якобы показывать борьбу кого-то мы кого-то накажем мы кого-то туда мы кого-то сюда мы друзья вы верите в это там эти три как говорится в кавычках брата акробата решили сами уйти в отставку за это надо вообще наказывать друзья за это вообще надо статью вешать конечно же сколько сот миллионов потрачено за счет налогоплательщиков латвийских народа народных денег налоги чьи народа все друзья буду заканчивать видео большое без разницы зато понятно хотел сказать коротко а что тут конечно же друзья ну две новости я решил объединить пишите комментарии что вы думаете вот про все вот это вот члены совета пассажиру вилтинс ушли в отставку ну кто на их место придет так хорошо понятно посмотрим да друзья да и еще по поводу то что эвика силеня требует ответа за этот бедлам бедлам с новыми поездами латвийцы вам неподопытные кролики так и хочется анекдот рассказать про вот этих вот ну он матный он сильно матный да тут даже члены совета ушли в отставку головы головы полетели попали под поезд и головы полетели чья голова следующая друзья не знаю куда рука куда нога баба деревенская слушала слушала анекдот этот рот открыла а яйца говорит куда а один мужик тоже деревенский говорит а яйца вместе с этим в болото улетали слушать друзья вот так и нам вот это вешают 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 ну как вам лапша друзья ну он какие умные у них лица ой 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 только они ни хрена ничего в этом деле не соображают друзья надеюсь ой как я надеюсь я вообще оптимист оптимизист всегда настроен надеюсь когда к власти ну как к власти к управлению нет не власть это к управлению нашей страной всеми вот этими всеми как бы ступеньками во всех сферах жизнедеятельности когда придут нормальные люди у нас в Латвии а когда друзья вы не устали случайно мне кажется уже до того народ устал сколько можно еще терпеть вот это безобразие и тут дороговизна такая ужас продукты бензин солярка вообще черти что друзья желаю всем здоровья счастья благополучия мира добра и дружбы между народами поставьте лайк под видео подпишитесь на наш канал поделитесь с друзьями в социальных сетях да решил я все-таки эти две новости объединить думаю ну что будет непонятно ну мне хотелось вам рассказать что же Эви Кассилина ну как же наш премьер-министр она у ней больше прав чем у нашего президента вы понимаете все в ее руках она же может это легко вот хлопысь и все и поставить других но она понимает кого ставить ой это друзья это отдельно это отдельно тема всем всем спасибо за поддержку нашего канала желаю всем здоровья счастья благополучия мира добра и дружбы между народами пишите комментарии почитаем что же вы думаете про вот этот бардак как сильнее говорит бедлам спасибо до свидания друзья увидимся